Всем по-разному. Есть разные культуры духовные, и там разные есть правила, но в целом надо понять, что такое освящение пищи. Это когда вы пищу не сами хотите скушать, а хотите, чтобы Бог на нее посмотрел или что-то с ней сделал. То есть вы готовили для Него, а не для себя. Вот это называется освящение пищи. Что когда ты жертвуешь Богу пищу, когда человек готовит пищу, что он хочет? Он хочет ее съесть. Что такое освященная пища? Когда человек готовит пищу и хочет, чтобы Бог ее съел. Это, конечно, аллегория нам кажется. Все равно же я в конечном счете съем. Так вот, знаете, эта аллегория, она имеет колоссальную силу менять судьбу. Если человек реально от самого дорогого, от пищи отказывается во время приготовления, думает о Боге, молится. Ну как это буквально выглядит? Вот как мне отказаться от пищи? Просто молитесь во время приготовления. Думайте о Боге, а не о еде. Все. И вот это называется освященная пища. Такая пища приготовленная, она просто меняет сознание людей капитально. Вы спрашиваете меня, как менять своих людей, кроме доброты, есть только один способ. Если у вас доброты не хватает, вы никак не можете переварить человека, только один способ. Это кормить его освященной пищей. Все поменяется само, потому что ваша доброта заходит ему внутрь и изнутри начинает действовать. Освященная пища – это бомба. Она меняет человека полностью. Да, так же. Но есть разная сила освященной пищи. Если сила очень большая, духи вылетают.